В Чубаксарах продолжается реконструкция московской набережной. Качество строительных работ сегодня отправился проверить и глава Чуваши. Оценивать новый облик набережной Михаилу Игнатьеву помогали и горожане, и гости столицы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Фортепианная мелодия на фоне живописного волжского пейзажа теперь будет звучать каждый уикенд. Московская набережная прежде всего должна стать центром культуры. Мои артисты будут играть и желающие подойти к фортепиану смогут поиграть. Вот скамейки здесь поставили, ну так оформили, по-моему неплохо. Там вот цветочную фигуру тоже поставили как начало. Первый этап благоустройства завершен. Там, где раньше была сплошная проезжая часть, обустроили пешеходные бульвары и велодорожки. Любители этого вида спорта уже облюбовали новую трассу и теперь приезжают сюда тренироваться. По городу мы подсчитывали, всего нужно велодорог, ну где-то 250 километров должно быть, чтобы они были все соединены, все микрорайоны. В таком формате нормально. В таком, в таком, да. Именно вот так. Чтобы мы все могли ездить на работу, вот именно на велосипеде вместо машины. Глава республики признается, что в последнее время и сам предпочитает кататься на велосипеде именно здесь. В отдельных случаях с работы отсюда возвращаюсь. Ну а вам-то как трасса. Я думаю, вы у них спросите. Вы слышали шум, да? Слышали, они сказали отличная трасса. Шум. А потому что луча пока нету. Катающие все есть. Пожалуйста, к ним подходите, спросите, они вам скажут. Гладкий, ну, нет шероховатости всяких. Ну там еще ямы есть на некоторых местах. Тут гладкий такой, хороший асфальт, ровный. Прямая. Тут нормально тренироваться не получится. Ну тут для машин нормальная получается дорога. Скамейки добавили вместо старых бетонок. Уютнее стало. Уютнее. Место больше стало на этой дороге. Тут там раньше машины ездили. После реконструкции набережная стала своеобразным спортивным комплексом. Здесь обустроили площадки для пляжного волейбола и тренажеры для воркаута. Поклонников этих видов спорта в столице региона за последние годы прибавилось. Иван Сизев приехал в Чебоксары из Коми. Говорит, что город заметно похорошел. Мне очень нравится. Тут атмосфера, как на юге, как будто. То, что радует, это велосипедные дорожки, знаете. В Сыктывкаре у нас вообще ни одной дорожки нет. А тут их много. И на велосипеде катайся не хочу. Благоустроили и пляжную зону. Для отдыхающих проложили удобный спуск. Установили новые шезлонги, душевые кабины. Здесь тоже отвод воды сделали. Вода уходит. Отойди, сейчас проверим. Давление хорошее? Хорошее. Ну, достаточно. Это нормально. Нормально. Можно включить. Самое главное, чтобы пользовались. Позаботились и о безопасности. За набережной круглые сутки следят пять видеокамер и спасатели. Поставили шлагбаум. Тоже вначале минимизируем въезд. Но вообще практически всем запрещаем. Сейчас только заезжали те, кто ведет строительно-монтажные работы. Впереди второй этап работ. Необходимо благоустроить полутора километровый участок набережной. В бюджете на эти цели заложили более 200 миллионов рублей. Через две недели здесь намерены обустроить и вход в подземный город. Этот архитектурный комплекс должен украсить набережную столицы, которая уже готова к наплыву отдыхающих. Дело за погодой. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.